1 октября на ринг спортивной арены американского города Портленд выйдет боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов. Россиянин встретится с американцем Уолтером Харрисом, который провел 10 боев и в шесте одержал победу. Соперник российского тяжеловеса имеет репутацию жесткого финишора. Такие подробности в спортивной биографии Уолтера только подхлестывают Шамиля. Россиянин готовится к бою в спортивном клубе «Скорпион» поселка Горки-2. И этот выбор в его судьбе не случайен. Спортивный клуб «Скорпион» поселка Горки-2 был открыт в середине 2000-х. Здесь он появился вслед за столичным. Специализация – тайский бокс. Тренеры-бойцы муай-тай мирового уровня – герои рингов. Об истории клуба повествует мини-музей, в котором хранятся медали, кубки и чемпионские пояса. Из клуба «Скорпион» вышло немало профессиональных бойцов, которые уже теперь сами учат ребят в разных странах мира. Эти все достижения, все результаты, которые вы видите здесь и там, в основной части это являются, можно сказать, уже ветеранов нашего клуба. Те, которые практически здесь и есть. Это малая часть тех ребят, которые представляли наш клуб в прошлом, являются ветеранами. Потому что наш клуб уже в следующем году будет праздновать 20 лет. Вот, например, во втором фотографии, вот, то, что вести, это Абдулла Агуснеев. Он является чемпионом мира среди любителей, чемпионами Европы среди любителей. Это Арслан Магомедов, тоже наш именитый боец. Шамиль Архмедов, наш именитый боец. Шамиль Гайдарбеков. Так, это Шамхал Керимов. Он, как бы, тоже является нашим другом. И тоже, ну, сам выступает за сборную России в такой виде спорта, как Кудо. Это малая часть, кто здесь есть. Такие есть у нас, как бы, ребята, как Магомед Исмаилов. Многие знают, как его, как Овра. Он, как бы, является нашим, можно сказать, лидером нашей команды. Когда мы будем помладше, они были постарше. Так, это Адулах Муснеев, Магомед Исмаилов. Они, как бы, нас вели. Мы были младше, они были постарше. Они выпускались, и мы за ними шли. Мой пояс, один из этих, это вот это. Он, это является Кейван Скандинавия. Был турнир в Швеции, в Стокгольме, в 2006 году. Отборочный турнир. Восемь человек за вечер проводят по три боя. Ну, кто выигрывает, да? И отбирается в более высшую категорию турнира. А такие чемпионаты, как вот эти вот, чемпионат мира, и этот чемпионат мира, это уже профессиональная история. Это было время, я жил там в Таиланде, года три. Там выступали, дрались, боксировали, точнее. Знакомьтесь, Магомед Магомедов, тренер Шамиля Абдурахимова и выпускник спортивного клуба «Скорпион». Свой путь бойца Муай-Тай начинал на родине, в Дагестане, выиграв все возможные состязания в любительском спорте, перешел в профессионалы и стал частым гостем боев К-1. В музее клуба находится его чемпионский пояс. Свой путь бойца Магомедов, тренер Шамиля Абдурахимова Для тяжеловеса Шамиля Абдурахимова бой в Портленде на турнире UFC Fight на 96 уже третий. В первый раз россиянин потерпел поражение, которое, возможно, стало толчком к новому витку в спортивной карьере. 21 февраля в Пенсильвании Шамиль встретился с Энтони Гамильтоном, большим тяжеловесом, получившим прозвище Товарняк. К этому бою россиянин готовился на родине в Дагестане и в спортивном клубе поселка Горки-2, делая упор на ударную технику и борьбу. У нас смешенные единоборства, каждый умеет боксировать, бороться. Он больше боролся, физически больше был. И мы ставили задачу, чтобы мы будем работать на скорость и обыграть его. И нам это удалось. Он выполнил задачу с плюсом, но не с большим. Не с тем, которым мы его подводили, потому что питать то, что мы ему дали, за у нас был как бы трехмесячный цикл подготовки, все это он не смог впитать сразу. Для него было практически 80% новое. Потому что он с тайским боксом вообще не сталкивался. Он был бойцом Шусаньда, где-то вот так. Ну, дрался, да. Для него это было новое. То, что мы ему даем, он не мог впитывать. Потому что очень тяжело это. Не скажу, что он старый, ему тяжело впитать. Он слушает, он работает, но ему тяжело это давалось. Но в бою он себя оборудовал очень хорошо. Он собрался. Самое главное, что нужно было сделать мысленно, все, выступил, отработал хорошо. Бойцом смешанного стиля Шамиль стал 10 лет назад. До этого успешно занимался боксом, борьбой и ушу Саньда. В последней дисциплине стал пятикратным чемпионом России. Спортсмен славится своим твердым характером, колоссальной работоспособностью и уверенностью в себе. Быть одним из пятидесяти сильнейших тяжеловесов в мире по версии ММА – это большой труд, в котором Шамилю помогают именитые наставники. Я очень много видов спорта занимался. С детства еще бокс. И представлял Шусанда, тайский бокс начал здесь, Горки-2. И борьбой занимались. Все по чуть-чуть. И все перешло в ММА. Здесь очень прославленные в прошлом бойцы. Собрались, и они все мне помогают в этом. У них большой опыт. Так что они мне передают этот опыт, и я принимаю ее. И работаем. В этом зале Шамиль Абдурахимов проводит шесть дней в неделю. Воскресенье – выходной. До этого были три недели в Кисловодске. Работа со сборной командой России. В зале спортклуба Шамилю помимо наставников помогает его брат, стоящий в спаррингах. Особенность предстоящего боя в том, что соперник Шамиля – левша. Поэтому рисунок боя приходится корректировать. Я знал, что это очень тяжелый труд. Быть тренером, психологом, учителем, педагогом – это очень тяжело. Он знает, что он хочет. Я помогаю достичь тому, чего нам хочет. И здесь не может быть у нас там оспаривания того, чего я сказал. Я говорю, сделать там, отжаться 20 раз, нажимается 20 раз. Кто такие бойцы Муай-тай? Их иногда называют восьмирукими бойцами. В тайском боксе удары наносят кулаками, ступнями, голенью, локтями и коленями. У себя на родине, в Таиланде, этот вид бокса известен еще с 16 века. Но мировую популярность приобрел во второй половине века 20-го, когда тайцы стали уверенно побеждать других представителей единоборств. Этот вид спорта не является олимпийским, однако по нему проводятся соревнования мирового уровня. Конечно, тот Муай-тай, который разошелся по миру, заметно отличается от бокса с национальным тайским колоритом. В этом убедился Магомед Магомедов, проживший три года в Таиланде. Везде, где можно было по России повоксировать, но повоксировали, и уже был как бы застой. Имеется в виду в техническом, профессиональном, ну, в росте. Решили и поехали в Таиланд. Решались, конечно, недолго, было мечтой туда поехать. Бывали в Таиланд и прожили года три там, поняв, что там тайские вообще другое правила, технические действия, оценка, все там вообще по-другому чуть-чуть. У нас более такой смешанный с кикбоксингом. А там чисто свои тайские правила, свои тайские видения. Можешь смотреть бои тайские и думать, что этот выиграл. Поднимают руку тому, и весь стадион не удивлял. Все знали, что он выиграет. А для нас было в видении то, что этот парень выиграл. Там профессионалы, они живут 6-8-7 лет. Их приезжают в провинцию, более талантливых таких ребят отбирают. Вот как в кино бывает. Пришли, забрали, дали денег тому его тренеру, забрали к себе в Бангкок, посадили в лагерь. В этом лагере он живет. Утром встал, потренировался, покушал, поспал. Ветером встал, потренировался, покушал, поспал. И вот так. До 25 лет, в основном, они как бы, ихний пик. 25 лет они как бы уже считаются старыми, как спортсмены. И вот от 8 до 25 лет. Кто что смог сделать, тот делает. К профессионалам тайского бокса и спортклуба «Скорпион» тяжеловес Шамиль Абдурахимов обратился перед своим боем с Гамильтоном. С этой командой спортсмен работает в преддверии новой схватки с американцем Уолтером Харрисом. Успех и удача – это важные составляющие победы. Однако хорошую физическую готовность никто не отменял. Болеем за Россию и ждем хороших новостей из Портленда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова